То есть, что называется «каждый суслик в поле агроном», я имею в виду Андрюшу с Костей. Оказывается, они, вот эти суслики, они знают, что надо делать, и что они хотят участвовать в принятии решений. Они тогда заявили, что все вопросы должны решаться большинством, и что они, вот Костя с Андрюшей, здесь большинство, и что они могут, если захотят заменить Мальцева и назначить кого-то другого. Ну, мы со Славой решили приколоться и послушать, что же они, собственно, хотят, ну и дали каждому высказаться. И вот надо заметить, что суть всего, что они хотели, она оказалась очень простой. Все их идеи касались только одного. Они банально хотели денег. Денег, денег, еще раз денег, и ничего, кроме денег. В свое время Леша Политиков, все вы его знаете, который сейчас в застенках путинского режима находится. Так вот, Леша Политиков еще тогда сказал, что Костя Зеленин ворует из этой банки деньги, то есть общественные революционные деньги, то есть он крысой был тогда уже. Но Мальцев тогда этому не поверил, этому заявлению Леши Политикова. Я считаю, что коллектив у нас дружный был, мы общались друг с другом, советовались, мы неоднократно выносили на обсуждение какие-то животрепещущие моменты, на что нам было сказано, что вот это мой проект, я тут главный, и вы все тут никто. Или просто подчиненные. Да, или просто подчиненные. Выполняйте мои указания, хорошо выполняйте, я вам даю возможность покушать что-нибудь, и то с большими оговорками. А если не выполняете, то не нужны вы мне. Найдем других за меньшую сумму. Дешевле. Дешевле. Да, на самом деле, как бы вопрос с точки зрения материального у нас стоит следующим образом. Мне не надо сколько там, мне надо все. Я пошел на эту революцию, чтобы умирать, и чтобы умереть. И не для того, чтобы там считать какие-то копейки, там Мальцева копейки, там Народные копейки, там Володины копейки. И вопрос о цене, я когда-то, когда меня пытались вербовать цепешники, 15 суток, когда я сидел, я ему сказал, ты мне платишь двадцатку зелени в месяц, я, собственно, вымываю руки от этой революции, и я и так смогу обеспечить своим близким достойную жизнь. То же самое я сказал Мальцеву, то есть, мне здесь нужно либо все, либо ничего. У нас просто стал вопрос, сколько тебе денег заплатить за твой суету. То есть, я, грубо говоря, находился с Мальцевым, двигался, но я на самом деле не говорю, что я там очень много сделал. Но вот то, что я сделал, я это делал 13 месяцев. И даже если взять и касаться меркантильных этих интересов, хотя я их не касался, со стороны Мальцева прозвучал вопрос, то получается 260 тысяч долларов. У него, чтобы вы понимали, в битках лежит сегодня 8 битков. Это примерно 160-130, там в зависимости от курса, я за ним не слежу, тысяч долларов. И при этом мы не смогли его убедить заплатить 200 тысяч Толкачеву за адвоката. Мы не смогли убедить его заплатить за 150 за Корного. Ну, я именно убеждал платить за Толкачева и за Корного. Ну, ты тоже убеждал. По его мнению, эта сумма слишком велика. Да, то есть, люди пошли на смерть, и мы сейчас не можем им обеспечить защиту, при том, при всем, что они есть средства. То есть, это не то, что мы там... И мы не голодали. Да. А люди шлют по 100 рублей, наслали ему 130-160 тысяч долларов, и при этом у нас нет средств, как он говорит, и он не хочет выделять такие большие деньги на адвокатов. Это грустно, это подло. И с этим невозможно мириться. И из-за этого начались все конфликты. Понимаете? Ну, как так можно делать революцию? Как можно быть причастным вот к этой организации, которую он называет артподготовка? Он сам этого боится. Он пытается юлить, ушел с канала артподготовка, сделал народовластие. Человек, который, говорю, что он готов убивать за революцию, готов умереть за революцию, он по факту показал, что он просто пиздобол. Да, неважно, есть Мальцев, нет Мальцева, есть Навальный, нет Навального. Есть мы. Есть мы, активисты. Есть мы, те люди, которые готовы жертвовать собой ради справедливости. Хотя бы относительной справедливости. Я понимаю, что полноценником справедливости не существует. Но мы должны приложить к этому усилия максимум. И нас должны слышать. Мы так победим, мы по-другому победим. Мы не можем проиграть. За нами правда. Да. В чем сила? Она в правде, а не в деньгах. И это еще раз было доказано сейчас. Да. За кем правда, за тем и сила. Мальцев оказался, как этот Кощей над златом чахнет. Мало мне, мало мне, мало. Дайте больше зла. И в конечном итоге, вы помните, что произошло. Он задохнулся в золоте. Вопрос. Когда я получу свою долю? Раз. Когда я получу свое награбленное? Ну, поскольку достаточно большая часть этих средств оказалась у этих моральных деградантов, у этих подлых крыс, предавших своих соратников, а крысы эти – Зеленин и Немчинов. Обратите внимание, забрав вот эти наши с вами общественные революционные средства, потратили они их ни на борьбу с режимом, ни на дело революции, ни на помощь своим соратникам, попавшим в беду, а потратили их на себя любимых, потратили в своих корыстных интересах. Ну, вы знаете, что первым делом, что они сделали? Они на эти наши с вами общественные революционные средства приобрели себе машину. Костя Зеленин. Он тогда один. Обратите внимание, уже началась интересная информация. Он не подвергался никакому преследованию со стороны путинского режима. Он не убегал от преследования, а просто въехал во Францию легально. Въехал по визе, ну и присоединился к остальным соратникам Мальцева и стал тоже проживать у меня дома. И вот тогда, поскольку он находился во Франции полностью легально и законно, а Слава Мальцев ему доверял, то я, соответственно, помогал Зеленину. Помогал открывать дополнительные банковские счета во Франции, ну, для получения на них революционных денег, ну, и использования для всех необходимых нужд. Я, в частности, предоставлял ему все необходимые документы для открытия таких счетов. И надо сказать, что на Костю в то время уже ранее были оформлены какие-то кошельки, кошельки Киеви, PayPal, там, и российские счета. То есть он как бы был кассиром. Не знаю, как он заслужил такое доверие, но почему-то вот деньги через него ушли. Ну, кроме того, я и сам тогда понял по различным косвенным причинам, что этот уебок готовится кинуть всех нас на деньги. А вот посудите сами. Он уже сконцентрировал в своих руках все платежные средства, ну, на которые продолжали еще поступать деньги соратников наших. А вот снятие денег он вдруг неожиданно прекратил со всех платежных средств одновременно по разным надуманным основаниям. Вот то он что-то не так сделал в автомате при съеме денег с французского счета. И этот счет якобы оказался временно заблокирован. То он что-то нарушил в PayPal, что там тоже заблокировали на время выдачи средств и пользования кошельком. И его тогда даже попросили якобы представить какие-то документы, и которые он, естественно, представлять не собирался, потому что ему нужно было исключить снятие со всех счетов деньги. Дальше этот хитрожопый карлик, он перечислил деньги своему подельнику, своему тезке, тоже Косте, проживающему в Париже. Чтобы тот, Косте, проживающий в Париже, якобы снял наличку, то есть обналичил якобы для дальнейшей передачи под контроль и управление Мальцевым, то есть для дела революции. Я тогда спросил у Славы, вот, собственно, а как ведется бухгалтерия? Ну и понял, что никак. И вот тогда всех потребовали представить отчет об истраченных средствах. У Андрюши буквально началась истерика. Он начал паниковать, нести какую-то пургу, наводить тень на плетень, в общем, всякую хинею. И вдруг заверещал, заверещал о своих правах, о том, что он тут тоже власть, что у нас народы власти. Его о деньгах, а он, его про лепешки, а он не поебешки. Костя вернулся из Парижа, но вернулся не просто так, а вернулся с триумфом. Вернулся в оседай на купленном им на наши революционные деньги огромном семиместном мини-вэне Ситроэн Пикассо. Ну, вы поняли, наверное, что Костя Карлик купил его как раз на ту самую часть полученных от парижского Кости, обналиченных наших революционных денег. Так вот, на вопрос, что это такое, он тогда ответил, что у нас не хватает транспортных средств, и он купил эту машину, так сказать, на общак, купил для удовлетворения наших потребностей в транспорте. Ну, конечно, без согласования это неправильно, ему сделали замечание, но многое ему прощалось тогда. Кстати, вот удивительно, стремление карликов ездить на больших машинах, и вы обратили внимание? Ну, видимо, они остро чувствуют свою ущербность и неполноценность, и пытаются таким странным образом это компенсировать. Так вот, на вопрос Славы, что это за машина, Костя заявил, как я сказал, что это для нужд революции, куплены общереволюционные деньги, и только вот почему-то она оказалась, как, собственно, и все счета, оформлена не на кого-нибудь, а на Костю тоже эта машина. А, общая машина, опять оформлена на Костю. И вот мои подозрения тогда они полностью оправдались. И я сказал Славе, что надо у этого шныря забирать все деньги. Я говорю, он кинет всех, поскольку денег он не видел никогда в своей жизни, и тут ошалел от таких денег, которые сконцентрировал в себе. И вот на это сам шнырь, ну, в смысле, Костя, заявил, что у него наличных денег сейчас нет, а на всех счетах деньги заблокированы, а Костя из Парижа пока еще деньги не все обналичил, а только столько, сколько вот хватило на машину. Я тогда прямо спросил этого мелкого обсоса Костю, так ты что, браток, собрался кинуть, что ли, Славу у всех нас, его соратников, на революционные деньги? Нет-нет, говорит, просто сейчас денег нет, они заблокированы. Ну, я говорю Славе, что этот вот на всю голову простуженный утырок, он, говорю еще раз, впервые увидел столько денег, и, конечно, добровольно их ни за что не отдаст, ведь. Ну, тогда Слава тоже понял это, он говорит, ну, потребовал, чтобы эта вот мелкая крысиная какашка отдала вот эту симки с телефонов, на которые заведены деньги, вот эти счета, все, которые Костя этот на себе сконцентрировал. Представляете, вот на это этот уебок сказал, что это его телефон, он там, он его не отдаст, тогда я уже понял точно, что вот это мразота, он понимает только силу, и что добровольно он ничего не вернет, и что деньги эти надо из него выбивать. Но я сказал Славе, давай его ногами по полу катайте, иначе не поймет он. И представляете, тогда эта крыса заверещала, вы сядете, вы сядете, сядете, и убежище не получите. Там внизу жена сидит с телефоном на готове, слушает, что происходит, сейчас полицию вызовет. Ну, Слава подошел к ним и сказал, я тебя сейчас пришибу, как муху навозную. И тут вдруг сразу эта крыса сникла, замолчала. Этот мелкий вонючий сморчок, вот эта подлая крыса, Костя Карлик, вдруг стал ручной, домашней мышкой такой, таким пушистым хмячковым, ну и отдал все, что от него требовали. Ну, Андрюша, дурачок, все это время сидел, засунув язык в жопу. Ну, собственно, сам он вообще никогда ничего не выражал, ну, поскольку дурак. Время вот тогда было 2 часа ночи. Обратите внимание, а утром, когда мы проснулись, вся эта перхоть подзалупная вместе со своим выводком, со своим семейством, они испарились. Испарились прихватив с собой колбасу из холодильника, как отец Федор, помните, в 12 стульях. И вот в последнее время они воровали все буквально, все, до чего могли добраться. Ну, кстати, я уверен, что вот этого придурка Андрюшу Костя Карлик, конечно же, тоже швырнет, как обоссанную тряпку. Ну, а как по-другому? Ведь Андрюша дурак, которого Косте вообще швырнуть одно удовольствие. Ну, и уж совершенно точно Андрюша от этих украденных денег, конечно, ничего не увидит, ни копейки, ничего ему не обломится. И как вот я начал говорить, как я понял, обманывать и швырять всех и вся вот эта главная Костина, крысиная фишка. Он сам рассказывал об этом гордо, представлял это как геройство, когда он швырял доверившихся ему людей. Ну, а кроме этого, вот в одном французском банке, где вот открывали ему счет, Косте тогда отказали в открытии счета, когда им пришел ответ на их запрос из российского банка, который этот крысеныш Костя тоже швырнул на 3 миллиона тогда. И вот, повторюсь, собственно, видимо, вот именно от этого преследования, преследования со стороны банка за спиженные 3 миллиона рублей, этот вот злобный карлик и самоотверженный борец за денежные знаки, он как раз и скрывался здесь за границей во Франции и присосался к революционерам, чтобы их еще кинуть и ограбить.